Здравствуйте! В эфире Агрошкова и я ее ведущая Галина Ремезовская. Картофель у нас на Украине считается вторым хлебом и мы готовы о нем всегда говорить и вспоминать, потому что это у нас всегда он присутствует на нашем столе. Но мы хотим также его и выращивать, получать хорошие достойные урожаи. И сегодня мы поговорим о картофеле с Борисом Андреевичем Бубликом. Борис Андреевич, расскажите пожалуйста, как вы выращиваете картофель? Я знаю, что у вас хороший урожай получается. Вот расскажите нам, пожалуйста, свои методы агротехники. Прежде всего я выращиваю картофель глазками. Когда картофель сажают клубнями, то из одного клубня вырастает до десятка ростков. Они якобы братья пока жив материнский клубень, а как только материнский клубень разлагается, это становятся самостоятельные растения. И оказывается, что мы сажая клубень порождаем внутривидовую борьбу, порождаем конкуренцию 10, 6, 8 растений за свет, питательные вещества, воду. И лучше всего, если эти отдельные ростки будут разнесены так, что получат собственные зоны питания. Этот мой метод не нов. Его помнят наши родители, которые выращивали картофель в войну из кусочков и даже из очистков. Но тогда думали, что это по беде, а оказывается, это по ботанике, что так и надо выращивать картофель. Меня в свое время удивило, что в Америке в садовых центрах нет понятия семенной картофель. Продаются только так называемые тюберскац. Это кусочки клубня, пророщенные кусочки клубня. Другой посадочной продукции в городом центрах Америки нет. Кусочками сажает Канада. И Канада, и Америка могут похвастать картофельными урожаями, которые выращивают вот при посадке картошки глазками. Как готовятся глазки к посадке? В обычное время, за 3-4 недели до срока посадки, я вынимаю картофель из погреба и помещаю его в прохладное, темное место. Прошу обратить внимание на эти два слова. Прохладное и темное. Прохладное, потому что мне не нужно, чтобы ростки были большими. Чем меньший росток мы посадим в землю, тем большее время картофель проведет в естественных условиях. Если же мы сделаем при проращивании большой росток, бывают иногда любят, чтоб с листочками был чуть ли не цветущий стебелек. Мы потом, когда сажаем картошку, мы зарываем ее в условия, где ей нужно начинать сначала. И она не знает, кем себя чувствовать, там, первоклассницей, второклассницей, третиклассницей. Она просто не знает, куда девать эту преждевременную зелень, которую она нарастила. И мне так кажется, что проще всего, если картошка начинает в земле почти с нуля. Я говорю почти, потому что обязательно нужно клубни пробудить и отсортировать. При нашей жаркой погоде очень часто клубни во время роста порождаются вирусами. Это бывает настолько сильно, настолько дружно поражаются они, что, например, в этом году, когда на Харьковщине температура плюс 40 держалась почти 5 месяцев, то Институт овощеводства Академии наук Украины, расположенный под Харьковом, вообще не продает семенной картофель. Не продает потому, что не урожая толком не было, а тот, что был, поражен вирусами. Так вот, непременно нужно пробуждать картофель, чтобы иметь возможность одобраковать негодные клубни. Что такое негодный клубень? Это клубни, у которых пошли нитяные ростки. Это четко вирусный клубень, ему не место в огороде, его можно отправить на кухню. Второй вид клубня, который нужно отбраковать, это такой клубень, который не проснулся в то время, когда его соседи проснулись, который остался мертвым. Это тоже вирусный клубень. Отбраковать надо и клубни, у которых есть вроде бы хорошие ростки с виду, но кончики их черные. Эти черные кончики могут свидетельствовать о том, что клубень заражен каким-нибудь бактериальным заболеванием или, может быть, хранился в неподходящих условиях. Наконец, надо отбраковать все те клубни, которые потеряли упругость, которые стали дряблыми. Это означает, что в них был... Они заражены фомозом, почернением внутри. Это почернение вроде бы ботанически не страшное. Из такой картошки растет обычный урожай, но нужно ведро картошкой перечистить, чтобы получить жменью картошки на суп. Вот ради того, чтобы отбраковать, в первую очередь и делается вот это пробуждение. Я даже не употребляю слово проращивание. Короче говоря, на посадку отбираю только те клубни, на которых появилось там 2, 3, 4, 1 здоровый росток. Почему меня не заботит то, что на клубни не все глазки пробудились? Дело в том, что клубень картофеля, как и все растения, связан феноменом аппекального доминирования. То есть феноменом, когда верхние почки подавляют нижние. У всех растений этот феномен помогает растениям в борьбе за свет. Растение растет верхними почками прежде всего. У картофеля это проявляется в том, что верхние почки забирают на себя питательные вещества, а нижние, будучи здоровыми, полноценными, нижние глазки не дают ростков просто от того, что их подавили верхние. Особенно ярко проявляется этот эффект аппекального доминирования на верхнем глазке. В каждом глазке почек штук 5-6, и только в верхнем глазке бывает, что просыпаются все 5-6 ростков. И вот не надо бояться брать у клубня все глазки, если на нем хоть один росток выглядит таким, который вам нравится. Какой должна быть влечена кусочка? Надо помнить о том, что избыточный материнский материал является тормозом в развитии растения. Росток долго питается за счет материнского материала и приступает к формированию собственной корневой системы с большим опозданием. И все огородники знают, все сталкивались с таким печальным явлением, когда посадишь клубень в огромный ладонь, вот посадишь, а получишь пшик из такого клубня. Дело в том, что на этом клубне корни начали формироваться может в сентябре, когда вы уже копаете картошку, она только-только формирует корни. Все время росла за счет материнского материала. Поэтому большим лишнего материала при глазке не надо иметь. А что значит конкретно лишний материал? Обычно, когда продают семенной картофель элитный, суперэлитный или первую репродукцию, институты овощеводства, лаборатории соответствующие, то семенным считают примерно вот такой картофель или чуть меньше, это самый большой, который они продают. В этом клубне, скажем, размером с яйцо, будет 5-6 ростков. Если бы я взял в руки чайную ложку и вычерпал яйцо, то получилось бы 5-6 чайных ложек. Вот это и есть руководство к действию. Институты картофелеводства продают клубни такие, что на каждый росток приходится примерно чайная ложка материнского материала. Из этого я и исхожу. Беру клубень, начинаю снизу, здесь удобнее начинать снизу, и высматриваю так, чтобы 2-3 ростка отделить, не повредив другие глазки. Ну, вот так вот, скажем, вот, вот возьму, вот так отрежу это дно. Теперь на этом кусочке получилось у меня 2 ростка. Я вот так их отделю, вот, и вот так пополам. Вот у меня кусочки с одним глазком, примерно чайная ложка материнского материала. Вот это росток, вот это глазки, которые будут использоваться в качестве семенного. А этот кусочек бабульки на кухне. Дальше смотрю, вот, скажем, вот так отделяю парочку. Вот так, вот, снова пополам, видите? Вы четко режете по одному глазку. По одному глазку. Вы сначала обследовали картофель, посмотрели, я смотрю, в руках, посмотрел, как это лучше сделать. Дальше, вот опять вот так парочку отрежу. Опять ее разрежу. Заметьте, кусочки становятся все меньше и меньше. Но это не страшно, потому что ростки-то становятся все больше и больше к началу. Они во время проращивания уже материнского материала часть потребили свою. Им можно оставить и меньше. Дальше, дальше, вот этот росток, вот этот росток, пожалуй, еще можно отделить. А здесь уже не стоит, пусть будет, здесь сколько вырастет. Вы его тоже поставите, да? Если здесь штук шесть хороших ростков взрослых, можно аккуратно пополам вставить нож в середину и разрезать пополам. Вот этот клубень. Вот возьмем второй. Опять отделю. Вы начинаете с нижней части? С нижней части. Неудобнее потом вверх. Дело в том, что вверху мало материала и надо подходить потом аккуратнее к верхней части. А в нижней можно гулять во всю Ивановскую. Вот я отделяю вот эти, вот эту пару ростков. Вот. Это снова то, что уйдет на кухню. Вот это пополам. Вот росток. Вот этот. Вот еще один росток просится. Вот его. Вот просится еще один. Вот так. Вот. И здесь. Вот так вот. Здесь пусто. Вот так вот. Это бабушки на кухню. Вот видишь? Ну все. Вот так готовятся ростки. Дальше. Поскольку мы отобрали уже клубни здоровые, то вот настоятельной нужды как-то обрабатывать их нет. Конечно, можно, прочитав инструкции, применить какие-то стимулирующие препараты, какие-то микроудобрения. Это уже другой вопрос. Я говорю о минимуме. В минимальном варианте эти клубни не нуждаются ни в какой обработке. Хочу особо подчеркнуть, что не надо их окунать в золу, например. Очень многие любят золу использовать. Если золу я использую для этого клубня, то памятуя о том, что с помощью золы моя мама отстирывала чернила с моих школьных рубашек, памятуя о том, что зола едкая щелочь, я не должен этого делать. Потому что зола съест, опропкуется вот эти срезы все, она уменьшит вдвое объем материнского материала. Золу надо вообще аккуратно употреблять лучше всего в виде разбавленных настоев, а просто так сыпать или безоглядно не надо. Вот, короче говоря, материал посадочный готов. Это вот эти клубни прямо готовятся, эти глазки готовятся в момент посадки. И вот ведро с такими очистками, с такими кусочками готово для посадки. Теперь какая схема посадки. При переходе от клубни к глазкам, ну, логично считать, что надо использовать ту же примерно площадь. Примерно. Что значит использовать ту же площадь? На квадратный метр обычно сажают 5-6 клубни. На клубни, если 5-6 ростков, то получается, что на квадратном метре растет 30-40 ростков. Только сгруппированы в кучке. Я хочу 30-40 ростков распределить по квадратному метру. Разделю 10 тысяч квадратных сантиметров, которые приходятся на квадратный метр, на 30-40. И получу примерно по 300 квадратных сантиметров на глазок. Вот средняя площадь, которая отводится на глазок. Вот ее давайте и дадим одному глазку. 300 квадратных сантиметров даст схема посадки, скажем, 12 на 25. Картофель можно сажать и плотнее. Можно сажать даже 12 на 12. Это не будет ущерба зонам питания. Это будут они разнесены. Картофель вырастет, но ты его не выкопаешь. Ты, копая первый ряд, будешь задевать лопатой или вилами следующий. И будешь калечить. Его не выкопаешь. Поэтому в ряду-то можно иметь 12 сантиметров. А между рядами 20-25, по крайней мере, нужно иметь. Вот схема посадки, скажем, 12 на 25 или 15 на 20. Это нормальная, приличная схема посадки. Глубина посадки обычная, сантиметров 12. Так, насколько я знаю, делают и 12 сантиметров в посадочном палке у Бориса Сергеевича Анненкова. 12 сантиметров в посадочной палке у Гритчина Виталия Трофимовича Белгородца. Анненкова из Ижевска. Примерно та же 12 сантиметров глубина. Вот схема посадки 12 на 25, а глубина посадки 12. Можно царапать рядки плоскорезом. Удобно царапать плоскорезом на эту глубину и раскидать ростки туда, не нагибаясь. Не надо укладывать никак глазки, не надо заботиться о том, чтобы ростки смотрели вверх или вниз, или вбок. Потому что мы не знаем, с чем росток встретится. Тот, кто вылезет раньше времени, может нарваться на заморозок. Тот, кто вылезет позже времени, потеряет золотое время для вегетации, золотое прохладное время для вегетации. Мы этого не знаем, поэтому не будем возиться, мучиться, просто бросаем лоски и все. Я сказал, что можно царапать рядки. Но гораздо вежливее поступают с землей, когда сажают под палку. Палкой надавливают на 12 сантиметров и в эту яму кладут клубень или росток. При посадке палкой получается, я бы сказал, такой дополнительный бонус. Мы уплотняем почву под палкой. То есть то место, на которое ляжет клубень, это значит, что клубню по плотной почве подойдут капилляры. И капилляры напоят этот клубень все время водой. Сравните это с этим, посадку картошки под плуг. Когда сажают картошку под плуг, то клубень оказывается примерно в середине пахотного слоя. И под клубнем 10-12 сантиметров рыхлой земли отрывают влагу от клубня. Эта рыхлая земля пересыхает, и клубень оказывается у воды без воды. Под пахотной подошвой есть влага, а в пахотном слое ее нет, потому что капилляры оборвались на уровне, где снял почву плуг. Вот такова схема посадки. Теперь как посадка организуется? Вот фотографию, которую вы видите, на этой фотографии видно, какая растительность на картофельной грядке. Как она образуется, эта растительность? Я с осени, возможно, раньше, как можно раньше, сею седираты на будущей картофельной грядке. Иногда сею даже раньше, чем убрана предыдущая культура, по культуре сею. Вот стараюсь вырастить седираты, возможно, более мощными. Наиболее предпочтительным для картофеля седиратом являются крестоцветные. Это яровой рапс, белая горчица, масличная редька. Они не только наращивают, успеют нарастить большую массу, которая ляжет войлоком для будущей картошки, но и в их корнях крестоцветных любят целиться бактерии рода псевдомонос, которые переводят железо, имеющееся в почве, в соединение, доступное растениям, но недоступное для спор фитофторы. Таким образом, крестоцветные в качестве вот такого предшественника картошки делают фитофторы неудобной ситуацией, в ситуацию, в которой споры не могут прижиться. Для них нет железа в нужном бите. Это с осенью, ранней осенью или в конце лета сеют седираты. Дальше в конце, в самом осенью, перед зимой, я по грядке побросаю разные семена разных сорняков на случай, если вдруг собственных не будет. Я боюсь голой грядки на картошке, особенно страшно иметь голую грядку на картошке. Поэтому добавляю на всякий случай сорняков. Ну, сорняков ценных, конечно. Это тыжму могу бросить, могу тысячелистник бросить. Цветы, космос брошу туда, семена. Как попало? Редко. Весной ранней, когда еще нет работы в огороде, набросаю чернобырцев, льна. Их нельзя с осени, они могут взойти в теплую осенью. Я бросаю эти семена весной. Короче говоря, заботюсь о том, чтобы на грядке картофельной было достаточное количество бурдина, как это видно на только же показанной фотографии, где на переднем плане видны змееволовник, котовник и другие якобы сорняки. А теперь обычно я в картошке сажаю капусту. Капусту сею прямо в грядку, не рассаду, я прямо в грядку. Если получается лишнее, я удалю, использую эту рассаду. Если мало, ну что ж, меньше, получилось уплотняющей культуры. Можно, в конце концов, подсадить рассадой капусту туда. Для капусты отвожу 65-70 сантиметров, чтобы был для капусты ряд. А ряды картошки, я уже говорил, через 20-25 сантиметров. Еще одна деталь. С осени, в сентябре, я на этой грядке по обе стороны от будущей капусты сею два рядка селка лука. Того селка, который до весны не выживет, мелкий селок. И сею крупный селок, из которого лука тоже не получишь, он уйдет в стол. Сею мелкую репку, из которой тоже лука не получишь. Таким образом, вот негодный. Лук сею с осени, получаю лук на зелень весной. Эти луковые ряды живут на капустном поле. Ну, сантиметров по 15 от капусты. Ко времени буйной вегетации капусты лук уже съеден бывает. И таким образом на грядке остается капуста, картошка и набросанные, и свои родные сорняки. Вот так организуется эта посадка. Теперь при такой посадке, конечно, исключена какая-либо прополка. Стебли картошки хрупкие. И если бы захотел помахать плоскорезом, то быстро угомонился бы, потому что задел один росток, другой сломал. Полоть нельзя, окучивать тоже нельзя. И слава богу, не надо ни полоть, ни окучивать картошку. Об этом уже я говорил в одной из предыдущих наших бесед с вами. И таким образом вот такая посадка картошки показывает, что работу в огороде можно сократить буквально в сотни раз. Сравните с обычной посадкой, когда картошку сажают, скажем, под плуг. На то, чтобы заземлить один килограмм семенного картофеля, переворачивается примерно тонна земли. Затем полют раза три. Потом окучивают пару раз. И это на все лето картофелевод обрекает себя на совершенно неизбывный, изнурительный труд. В этой картошке никакого труда нет. Я впервые увидел посадку картошки под палку у Гритчина, у белгородского сторонника природосообразного земледелия. Он исповедовал его, даже еще в советские времена, будучи директором совхоза. Я впервые увидел посадку под палку. Меня это очень заинтересовало. Заинтересовало, что он ни полет, ни окучивает. Я даже уговорил Виталия Трофимовича, чтобы он меня пустил в погреб. Я даже спустился в погреб посмотреть на его картошку. Убедился, что картошка благодарит земледелеца за то, что он ее не дергал, что он ее не трогал, что он дал ей побыть в тени сорняков, что он ей дал побыть в прохладе, а не в окученном виде. Вот такой метод посадки лосками, да еще под палку, себя оправдывает. И избавляет действительно и огород, и огородника от зряшного труда. Борис Андреевич, я вам желаю всегда иметь хороший урожай, богатый урожай. Приезжайте к нам всегда. Очень, очень понравилось. И я думаю, уважаемые красноучане, обязательно попробуйте, выделите на своем участке маленький такой кусочек земли и сделайте, как Борис Андреевич. Я думаю, у вас это получится. На сегодня мы с вами прощаемся. До свидания. Смотрите нас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»